Должна быть связь? Или не должна? Да. Екатерина. Ее нет рядом. А с кем я говорю? Шеф, привет. Ты чай купил? Нет. А печенья? Печенья тоже нет. Вова, не в службу, а в дружбу. Пробей этот номер и узнай, откуда с него звонили в 907. Угу. Ага. Хорошо. Будет сделано. А если Катя Самгина врет, тогда что? Тогда вступает в действие твоя теория про людей и крокодилов. И опять получается, что ты ошибся? Ловкая, хитрая крокодилец обвела тебя вокруг пальца. Ну, Макс, ты что, влюбился, придурок? Я не мог влюбиться. Я пробовал, ничего не вышло. Макс, с кем говоришь-то? М? Не вышло чего? С тобой говорю, Вова. С тобой. Удалось пробить номер? Или ничего не вышло? Нет, у меня-то как раз все вышло. Ты где этот номер взял? Таких номеров не бывает. А откуда звонили? Из Питера. Угу. И Катя из Питера. Надо ехать в Питер? Вова. А вы правда сын владельца отеля? Сын. Совершенно точно не дочь. А почему Катя телефон не отвечает? Ведь мне что-то скрываете? Потому что ее телефон у меня. А сама она где, в больнице? Нет. А где? Кто за ней ухаживает? Может быть, у нее денег нет. Я за ней ухаживаю. И деньги у меня есть. Вы? Угу. Она у меня на даче, в Журовке. Журовка. Километров десять от МКАДы. Господин полковник. А мы вас потеряли. У нас тут опять без вас случился переполох. Приехал сын владельца отеля и Надежда говорит, что вам необходимо переговорить с ним. Окей. Он работает в полиции. Господин полковник, вас вчера так взволновала моя ворона. Надеюсь, вы не думаете, что это она ночью разгуливала по отелю. Вчера меня взволновала открытая дверь на чердак. Если вы еще разрешите понести обед в вороне с господином Трутниевым, вы просто меня предупредите. Окей? Все непременно. А откуда вы? Я профессионал, мэм. Полковник Уолвш, капитан Вавилов из московской полиции. Это он звонил по поводу Кате. У вас ко мне дело, капитан? У меня? Нет. Это Надежда решила, что наши московские дела имеют отношение к вам. Прошу. Вероятно, я с вами разговаривал, когда звонил госпожа Сангиба. Да. Только вы почему-то трубку положили. Лидерсих! Капитан ведет дело, а покушает... Коля, нельзя ж так тихо. Ага. Вы кого-то ищете? Почему еще? Никого я не ищу. Вот и получается, Сангина единственный свидетель. В Москве у нее знакомых нет, значит, искать нужно здесь. Здесь искать нечего. У Кати никогда не было криминальных связей. А вы установили личность убитого? Нет. Да и убийство какой-то странное. Ни уличный, ни бытовой. Кому и зачем понадобилось замочить этого парня, вообще не понятно. Замочить он был мокрый? Замочил, значит, убил. Это жаргон. А. Вы тоже посмотрите, может, узнаете его? Мало ли, видели где. Господи. Вы знаете, что гостиница готовится к государственному визиту? Да. Надежда сказала. Я никогда не видела этого человека. Вы не думаете, что убийство с этим связано? Вряд ли. Я сюда приехал только потому, что Самгина дружится с Завонаревой. Скажите, а он сразу голый был или это вы его раздели? Сразу. Ну, именно Самгина нашла труп, из-за которого вы здесь. И именно ее подруга работает здесь, в гостинице. Я не террористка, Дэн. Конечно. А с кем Самгина имела контакты в Москве? Только с сотрудниками телестудии. У вас есть их фамилии? Есть. Можно посмотреть? Можно. Very simple. Очень просто. Когда вы вернетесь в Москву, вы должны встретиться с этой женщиной. Зачем? Я вам дам фотографию, вы покажете. И спросите, знает она этого человека? Уважаемые пассажиры, до отправления высокоскоростного поезда номер 765, Петербург-Махтва, остается в Вене. Ну как? Нет там крокодильной кожи? Да не переживай ты так. Не бойся, пусть это будет только один раз. У меня уже тысячу лет никого не было. А ты такой замечательный, прекрасный. Ты даже злишься смешно. Молодой человек, давайте паспорт. Паспорт, будьте добры. Да, извините, пожалуйста. Пожалуйста. Спасибо. Гостиница Англия, Надежда Звонарева, служба портье. Нет, к сожалению, в этом месяце мы не принимаем гостей. Да, через месяц будем рады вас видеть. Всего доброго. Опять шины? Что вы, Наденька. Я готов всю жизнь ходить пешком, умереть, родиться и снова ходить пешком, только бы не иметь общения с товарищами из органов. Я дико извиняюсь, что отрываю вас от трудовой деятельности, но, кажется, к вам пришли. Паша. А? О, привет, Надя. Ты что-то хотел? Да, слушай, ко мне сегодня какой-то тип подвалил, американец, говорит, из ФБР. Куда подвалил? На работу. Что хотел? Ну, про тебя спрашивал. Что спрашивал? Ну, что он спрашивал? Ну, почему мы разошлись и все такое? Ирина, здравствуйте. Это Максим Вавилович. Мне нужно с вами встретиться. Адвокат. Нет по поручению вашего мужа. Отлично. Тогда я прямо сейчас и подъеду. Говорите, куда? Узуровка? Это по Дмитровскому, что ли? Тебе виднее. Надь, я тут подумал и, в общем, я решил подать на развод. Надеюсь, ты не против? Я не против. Хорошо. Это все? Все. Пока. Пока. Нет, подожди. А что это за тип? Начальник службы безопасности короля Тризонии готовит его визит. Короля чего? Не бери в голову. А зачем он ко мне приперся? Мне ведь такие визиты, знаешь, нафиг не нужны. У него работа такая, он всех проверяет. А адрес мой рабочий у него откуда? Ты дала? Я не давала, наверное, в личном деле взял. Понятно. Надя, ты бы это, ну, вытащила у него адрес, а? Мы ведь типа уже развелись. Мы еще не развелись. Разведемся, вытащу. Просто я бы очень не хотел, чтобы ко мне на работу приходили... Я знаю, знаю, знаю. Мои дела тебя не касаются и все такое. Да. Паш, как ты живешь, ты хоть без меня? Я отлично живу. А ты домой не заходил? Домой? Зачем? Не знаю. Вещь там изобретили, фотографии наши. А на черт и мне наши фотографии. Я вот скучаю, например. А ты? Так, короче, до свидания. Я тебе позвоню, когда на развод подам. Я, кажется, уже сказала вам, что мой муж не имеет отношения ни к тому, что происходит здесь, ни к тому, что происходит у меня дома. Я в этом не уверен. Вы напрасно теряете время. Все в порядке, сэр? Да. Вот что, майор, соберите мне всю информацию о Михаиле Осиповиче Колесникове. Колесников, вы дипломат. Он был дипломатом. Ёжик. Ёж, давай знакомиться. Меня Катя зовут. Иди сюда. Я тебе молока налила. Да. Лорка, что ты смотришь? Ежа ждешь, да? Не дождешься. Домой иди давай. Напугала. Вот говорят, в Москве правила не соблюдают. Они еще в Китай не ездили. Там вообще дурдом. А сегодня Москва спокойная. Доедем быстро. Даже на Дмитровском пробок не было. Что? У меня там дача. Это по Дмитровскому, что ли? Тебе виднее. Ну, я пойду, да? Идите. Спасибо. Я позже к вам зайду. А я свою за руль вообще не пускаю. Сейчас девчонки сами знаете какие. Разворачивайся. Что? Разворачивайся, твою мать, быстро! Катя! 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 Максим! Тут... Стоять! Тихо, 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 тихо. Стоять! Стоять! Не дури! Макс! Осторожно, Макс! Тихо, тихо! Тихо, 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 тихо! Тихо! Макс! Послушайте, господин полковник, ну не могут наши люди ночью шлятся по отелю. У нас дисциплина-то железная. Потом, чтобы с лестницы попасть на этаж, нужен ключ, который работает только в паре с ключом вашего сотрудника. У нас полный порядок. И на чердаке. И на чердаке. Ну, в любом случае, надо разобраться, а я сегодня ночью буду дежурить. Лично. Господин полковник, данные на Колесникова. Угу. Вам повезло, кость не задета. И то хорошо. Ирина, добрый день. Скажите, мы можем перенести встречу на завтра? У меня тут небольшой форс-мажор. А вы молодец, не испугались. Да я на самом деле ужасно испугалась. Распишитесь, здесь и здесь. Угу. Завтра прошу на перевязку. Ходить будет? Бегать будет. Царапина ерундовая, но сегодня лучше полежать. Угу. Я прослежу, ход будет на высшем уровне. Очень хорошо. Нормально? Жизнь будет. Здравия желаю. Здорово, Бавров. Ну, тогда, капитан, жду завтра в управлении. Угу. Пока. Угу. Шеф, это точно наш душитель. Но молчит, как рыба в лед. Видно, здорово вы его приложили. А, да. Посмотрите, что мы у него изъяли. Вот. Это, это что? Это удавка. Думаю, экспертиза покажет на ней микрочастицы и вашей кожи, и кожи нашего голого покойничка. Так что не отвертится. Вова. А? Доктор мне покой прописал. Так что, езжай домой. Давай. Так это… Боба. Ладно, я понял. До завтра, шеф. Давай. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Надюша, все в порядке? Надюша, все в порядке? До свидания ночи ночи, а вы уже дома. Меня, Лидочка, пораньше домой отпустила. Ну, раз такое дело, может быть, вы зайдете? Поболтаем по девичьей. Я кофе сварила. Зайду. Проходите, Надя, вы будете пить кофе, а я микстуру, которую в этой стране по ошибке называют чаем. А как же ваш чай из Анатолии? Берегу для торжественных случаев. Да и сваришь его не сразу. На Востоке чай варят, а в двухэтажных чайниках полчаса. И уверяю вас, ничего подобного вы никогда не пили. А что, ваш муж не вернулся? Нет. Приходил сегодня ко мне на работу, я так ждала этой встречи, но почему-то, когда он пришел, я ничего не почувствовала. Может быть, я тоже его разлюбила? Какая ерунда. Какая разница, кто кого разлюбил? Он ваш муж. И должен быть с вами. Вы обязаны его вернуть. Марья Максимовна. Ну, ладно, ладно. Ну, а происшествий больше с вами? Никаких не случалось? Фотографий? Никто не жил? Нет, ничего такого больше не было. А ваш американец? Он уже разобрался в этой истории. Разбирается. Ходил сегодня к Павлу в офис. К Павлу? Это зачем же? Выяснял что-то. Господи. Ну, что можно у Павла выяснять? Неужели Павел сам сжег свои фотографии? Ну, согласитесь, это очень странно. У него работа такая. Выясняйте. Ой, Марья Максимовна, у меня завтра утренняя смена. Я, наверное, пойду. Спасибо. Спасибо. Всего доброго. Может, вы увлечены им, дорогая? Кем? Американцам. Может быть, вы думаете, что он заменит вам Павла? Марья Максимовна, вы, наверное, не поняли, Павел от меня ушел. И сегодня он сказал, что подает на развод. Поэтому американец здесь совершенно ни при чем. Не знаю. Павел. Флеминг. Флеминг. Майор Флеминг, тревога! Вы с ума сошли? Виноват, задремарь. Но мои ребята на посту. Господин полковник, пятая камера. Куда он пошёл? Не могу понять, у южного входа нет камер. Готовность номер один. Человек в коридоре на третьем этаже. Южный вход. Вижу его, сэр. Будем брать? Сэр. Их двое. Проследите, куда они пойдут. Сэр. Похоже, у нас третий. Северная лестница. Флеминг. У нас третий. Поднимается к вам. Северная лестница. Принято, сэр. Что он делает? Начинайте. Есть, сэр. Апартамент, коридор. Вперёд. Вперёд. Что здесь происходит? Какого чёрта вы здесь делаете? У них свидание, сэр. Что? Мы с Адамом любим друг друга. А Джо сказал, что убьёт Адама, если застанет нас вместе. Но почему здесь? В королевских апартаментах он не стал бы нас искать. Здесь пока нет ни одной камеры. Я буду жаловаться своему адвокату. Это вмешательство в частную жизнь. Сидеть. Как вы попали в коридор? Отвечайте, чёрт возьми. Я перекодировал ключи, сэр. Я тебя достану, Билл Гейтс, чёртов. Ларкинс, замкнись. Что? Мы можем открыть любую дверь. Это элементарно. Элементарно? А откуда ключ у Ларкинса? Он украл его у меня, сэр. Всех троих под арест. Да, сэр. Предупредите отдел электронной безопасности. Да, сэр. Наведите порядок, и чтобы завтра здесь везде стояли камеры. Да, сэр. Да, сэр. Кейн. Ключ. Чёрт. Кто там? Ключ. КОНЕЦ Надя? Надя? Дэн? А откуда вы? Я у вас забыл ключ, когда слушал брюки. Что случилось? Вас топили в ванной. Меня? Топили? Ой, Марья Максимовна. Грехи отцов падут на детей. Какие грехи? Я расскажу. Вы пейте. Это вам поможет. Когда-то ваш дедушка был женат на вашей соседке. Правильно, госпожа Колесникова? Это был, как это сказать по-русски, но happy marriage, счастливый брак. А потом ваш дед влюбился в молодую девушку. Это была ваша бабушка. Она запеременила, и он ушел из семьи. Да. Твоя мать родилась от шлюхи. Ты истинная дочь своей мамаши. И я бы просто избавила мир еще от одной гадины. Да нет. Госпожа Колесникова решила просто отомстить. Сначала разрушила карьеру вашего деда анонимными письмами. Его уволили. Он умер. А потом она переселилась сюда и подружилась с вашими родителями. Зачем? Я навел справки. Двадцать лет назад она работала на диспетчертом. На автобазе. И я не удивлюсь, если грузовик, который сбил машину ваших родителей, был оттуда. Сядь. Сядь. Не докажешь. Это... это неправда. Правда. После смерти ваших родителей ей нужно было ваше полное доверие. Поэтому она стала с вами дружить. Зачем? Вчера я встречался с вашим мужем. Оказывается, что он работает в одной фирме с внучкой сестры госпожи Колесниковой. И у них с Павлом. Роман? Павел Звонарев? Да. Дядь Леш. Откройте, пожалуйста. А фирма? Фирма-то какая у вашего Звонарева? Вам Паша нужен? Да. Я с ним работаю. Позвать? Машуля. Ха. А я тебя потерял. Дорогой, к тебе пришли. Давай, беги. Так. Вы кто? Курьер? Ну, сколько вас можно ждать? Давайте документы. Я не курьер. Я офицер Федеральной службы безопасности США. Госпожа Колесникова писала ему анонимные письма. И в них рассказывала, что вы на работе оказываете сексуальные услуги клиентам. Я? Вы муж госпожи Звонаревой? Нет. Ну, то есть, да. Но, ну, вы понимаете? Нет. Мы официально муж и жена. На самом деле нет. У вас здесь общее. Дети, собственно, сбережения. А почему, собственно говоря, спрашиваете? Отвечайте на вопросы, иначе я вам сделаю большие проблемы. Здрасте. Здрасте. 105-й. Проходите. Нет у меня ничего. Квартира ее, на нее и записано. А почему вы расстались? Любовь пропала. Куража нет. Она же вечно на своей работе. В гостинице. А в гостинице, знаете, хуже, чем бордели. А вы ей не доверяли? Я ей? Нет. Я ей очень даже доверял. А потом письма стали приходить. Какие письма? Обыкновенные. Про жену. И про всех остальных, кто с ней работают. И каким местом они там работают. Это одно из этих писем. Я забрал его у вашего мужа. Мария Максимовна, зачем? Ты должна была испытать ту же боль, что и я. Мне так красиво. Ей нужно было женить Павлу на своей внучке. И сделать так, чтобы ваша квартира досталась им. Но это моя квартира. Правильно. Но пока вы живы. А в случае вашей смерти, Павел получил бы ее в наследство. Но только оставаясь вашим мужем. А точнее вдовцом. Но он поломал ей планы, когда ушел от вас. Сукин сын. Тогда госпожа соседка решила ускорить события и... И сделать ваше самоубийство. А для этого дать всем понять, что с головой у вас... Трабл. Беда. Значало она зажгла вашу фотографию. А потом сделала историю с трупом. Она знала, что вы расскажете об этом подруге. Госпоже Арсентовой. И когда с вами что-то случится, все подумают, что вы просто сошли с ума от горя. Как ты узнал? Вы сами подсказали. Чучело было привязано необычным узлом. Так завязывают только на Ближнем Востоке. А Надя рассказывала мне, что ей дед, а ваш муж работал дипломатом в Сырии. Как вы попали в квартиру? Павел отдал ей ключ, когда уходил. Так, только я не думал, что вы будете действовать так быстро. Это было слишком рискованно. Но я рассказала сегодня Марье Максимовне, что Павел решил со мной развестись. Хм. Тогда все стоит на свое место. Я была самой красивой женщиной в посольстве. Меня хотели султаны, министры. А он посмел отказаться от меня. Он выбросил меня. Как использованную тряпку. Это было давно. Да. Я очень долго выжигала ненавистью свою душу. И я почти победила. Если бы не ты, я несомненно избавилась бы от этого отродья. Вот это была бы месть за все, что он мне сделал. За все мои мучения. За его предательство. Подлость. Ненавижу. Ты только посмотри на себя. Ты же даже не женщина. Ты хавронья. Ты работаешь, как лошадь. И жрешь, как свинья. Ты даже не сумела удержать мужчину. Вы тоже не сумели. Свинья! Жалкая, грязная свинья! Ирина, я подъехал. Какая у вас квартира? Не звоночка, не письма. Ребенок вот все время спрашивает. А я? Да, ну что я могу ему сказать, уехал в командировку твой, папочка. Ну вот, пойди поиграй. В другой комнате, сыночек. Пойди, пойди. То есть, после того, как он уехал в Питер на работу, он вам не звонил? Нет. Скотина он такая. А вы, может, кофе-ку хотите? Нет. Спасибо. Ну, присаживайтесь. Ага. А что, это вы и вправду по алиментам? Да. По алиментам, да. А как это вы по алиментам, если мы даже на развод еще пока не подавали? Я заранее. Скажите, а почему вы считаете, что он вам изменил? Да мне же фотки прислали. А знаете, как он со шлюхой там в постельке кувыркается. А не у вас? Конечно. Специально сохранила, чтобы было, что на суде предъявить. Покажете? Смотрите, сколько хотите. А сами вы ему не звонили? А, буду я еще ему звонить. Он, значит, с этой лохудрой гуляет где-то, а я, значит, ему названивать буду. Нет, я не собираюсь. Мне даже мать сказала, чтобы я вообще его бросила. Катя Самгина, вам хорошо знакома? А при чем тут Самгина? Подождите, или вы хотите сказать, что и она с моим Колей? Нет, нет, нет. Что вы, нет. Она к нам тоже обратилась по поводу алиментов. Ну, какие там у нее алименты? У нее и детей-то нет. Вы показывали ей эти фотографии? Катьке-то показывала. И где показывали? На работе в Останкино? Нет, что вы, у нас нельзя. У нас не люди, у нас эти, волки. Да. Мы с ней кофе пили в кафе через дорогу. Там и показывала. Скажите, вам знаком этот человек? Нет, этого я не знаю. Нет. А этот? О, Господи. Получается, что убийца следил за женой Санькова. Та показывала Кате фотографии супружеской изменной мужа. И убийца это видел. А потом случайно столкнулся с Катей около ее дома. После того, как выгрузил труп. Выхода у нее не было, слишком велико риск. Она могла узнать покойника. Это он. Благодарю, господин Бабилов. Благодарю. Все сошлось? Сошлось. Майор, майор. Где он? В отеле его нет. Проверяем склад. Он едет в машине. Наши люди его ведут. Куда он едет? В сторону отеля. Откуда? Откуда движется объект? С ним в машине Надежда Звонарева. Вот. Что? Вероятно, он забрал ее из дома. Какого черта? Они подъехали. И наде с ним. Это не кстати. Гостиница Англия, служба Портье. Коля, заезжать было совершенно необязательно. Я бы прекрасно добралась сама. А мне несложно. Надя, Надь, тебя к телефону. Надюша, а может пообедаем сегодня? Я на диете. Надежда Звонарева, служба Портье. Говорите. Вас не слышно. Алло. Говорите. Извините. А что происходит? Карточку. Что? Ваше имя? Николай Саньков. Нет, Саньков остался в Москве. Ваше настоящее имя. Ну, хорошо. Имя мы установим позже. Вы желаете что-нибудь спросить, прежде чем вас уведут? Конечно. Во-первых, какого черта? Вы же не имеете права. Мы имеем права. Вы прибили сюда в составе мобильной группы террористов. Ваш сообщик уже дал показать. Он арестован в Москве при попытке убийства... Екатерина Самгиной. Урешь. Что? Надя, не волнуйтесь. С ней все в порядке. Я ничего не понимаю. Никакой король в Россию не проезжает. Это игра спецвушб. Нам стало известно, что это провокация. Мы просто не знали, кто исполнитель. Ну, и поэтому разыграли с русскими коллегами эту игру. В бутылках, которые они везли в отель, было вещество, которое при соединении с воздухом выделяет отравляющий газ. Мы его изъяли на границе и... заменили. Уведите его. Ну, Боже, заотравил это. Я же сам видел. Лично. Нет. Скрытие показало, она действительно умерла от инфаркта. Как вы догадались, что это не настоящий Саньков? В списке людей, с которыми общилась ваша подруга, была жена Санкова. А я в совпадение не верю. А где же настоящий Саньков? Убит. Его должны были перевезти из московского филиала к нам в Петербург. Они узнали об этом, выяснили, что он плохой муж, сделали фотографии с любовницей и подкинули женю. Вероятно, были уверены, что она его выгонит. И не ошиблись. Ира, ну... Что бы больше я тебя здесь не видела? Ира, ты не так все... Шум вон, козел! Что, мужик, женка выгнала? Да, дура. Бабы, они такие. Порождение сатаны. Слушай, может, выпьем, а? А то у меня дома тоже змея под колодной притаилась, идти неохота. А выпить не с кем. Ну, давай, мужик. Вижу же, мает на тебе. Пойдем, полечимся. Ну, пойдем. Во! Спасибо тебе. А то одному пить, сам понимаешь, как-то не по-христиански. Ну, не алкаши же мы какие. А я нынче при деньграх... Гостиница Англия, Надежда Звонарева, служба портье, чем могу помочь? Анечка, подмени Наумову, она там с китайцами зашивается, дура такая. Да, номер для вас забронировал. Сто раз я ей говорила, учи китайский. В сто восемнадцатом горничный унтяз разбила. Лидочка, зайди ко мне на пару слов. До свидания. Наконец-то он мне предложение сделал. Ну, горничной больше не наливать. Надя, привет. Кать, какая ты. Да, вот такая. Как я рада тебя видеть. Ой, аккуратно. Из Москвы своей не вылезаешь. Да. А я все время смотрю твои репортасти. Ой, правда, так приятно. Спасибо. Знакомься, это мой муж Максим. А мы знакомы. Да, здравствуйте, Надежда. А почему я не знаю? Я тебе говорю. А, ты же мне говорил. Я все время все забываю. Это какой-то кошмар. Какой срок уже? Седьмой месяц. А кто будет? Мальчик. Как, как назовете? Фемистоклюс, Алоизий и Лелки. Да? Ты просто маньяк, Максим. Максим! Подойди сюда. Это мой сын. А, я сейчас. Угу. Помирился с отцом. Тот все время теперь зовет его к себе в службу безопасности. А Максим упирается. Но я уже над этим работаю. Максим. Здрасте. Профессионал очень высокого уровня, но работать у нас не хочет. Пап. И очень зря молодой человек. Пойдем, Максим, я тебе здесь все покажу. Ну, пойдем. Михаил Леович, собирайте все. Это как? Я нормально. Ну, а американец во чего? Он немой. Уехал давно, наверное, охраняет очередного короля. Угу. Собирайте. Господа, попрошу менеджера всех служб собраться в конференц-зале. Лидочка, а что случилось, ты не знаешь? Знаю, но не скажу. Извини, я сейчас выясню, что там и вернусь. Конечно, я там. Аккуратно. Ой, простите, пожалуйста. Ирвалькам, все в порядке. Ты приехал? Приехал. Готовить визит? Будешь жить со мной? В маленькой мансарде на Больших Бульварах. Что? Я не знаю, имею ли я право состоять в связи с Русской. Но если меня выгонят с работы, я не смогу тебе купить большой дом. А ты хочешь состоять со мной в связи? Очень. И я. Вот, теперь в наш отель может пожаловать сам Моисей. Я бы лично ему ни одного слова не возразил. Так бы и сказал. Уважаемый Моисей, добро пожаловать. Уважаемый Моисей, добро пожаловать. Спасибо. Уважаемый Моисей. Субтитры создавал DimaTorzok